Что такое освящение пищи? В каждой традиции это называется по-разному, но это одно и то же. Освящение пищи означает, что ты пищу отдаёшь Богу. Ты не для себя готовишь, а для Него, по факту. И смотрите, пища — это то, чем мы хотим наслаждаться. Даже когда человек просто готовит пищу, он уже её ест на тонком плане. Он хочет её попробовать, он это делает для себя. И веды говорят, что когда человек ест такую пищу, он ест один лишь только грех. И счастья в его жизни никогда не будет. Когда человек кушает, готовит пищу, он должен забыть про себя. Он должен поставить изображение святого и думать про него. Или просто думать о Священном Писании, о Святом Имени и говорить про себя, повторять. Это для тебя, это для тебя, это для тебя. И даже не помышлять, попробовать эту пищу. И надо даже пробовать. Надо просто приготовить на наитии внутреннем, понимая, как правильно всё делать, чувствуя своим сердцем. Сколько посолить, сколько перца добавить. Потом эту пищу, часть или всю эту пищу поставить перед алтарём, прочитать молитвы. Через некоторое время забрать её. И дальше всю пищу смешать, чтобы освященная смешалась с той, которая стояла на кухне. Получится вся пища освященная. И дальше этой пищей надо кормить родственников, соседей, всех кормить. Так как у меня необычный опыт жизни, моя жизнь наполнена необычным опытом, поэтому я хочу с вами поделиться этим опытом. Один мой друг, так как я склонен к этим мистическим вещам, он рассказал мне одну мистическую историю, которая произошла с его другом. Мой друг, он увлёкся духовной практикой и кормил всех освященной пищей. У него была такая привязанность к этому. Един раз ему приснился, его старый друг, с которым он давно уже не строит отношения, он приснился ему. И в этом во сне он пришёл к нему с разбитой головой и с поломанной ногой. И сказал, вот ты меня один раз накормил освященной пищей, и благодаря этому, что ты меня накормил этой освященной пищей, я избежал жутких страданий. Спасибо тебе за это. И исчез. И у моего друга возникло в сердце очень какое-то чувство тревоги за этого человека. Он позвонил ему, и телефон не ответил. Тогда он посводил его маме. И мама сказала, но мой сын погиб несколько лет назад. Он попал в железнодорожную катастрофу, и он погиб от перелома черепа, и у него ещё была сломана нога. Интересно, как действует освященная пища? Один раз человек поел, и такие изменения в его судьбе. Но сбежал ада. Просто один раз поел освященной пищей. Это огромная сила. И поэтому нужно готовить только освященную пищу дома. Зачем пренебрегать такой возможностью и улучшить отношения в семье? Сделать жизнь, семейной жизнью счастливой. Я вам приведу также пример собаки, собаки простой, которая живёт у нас, вот где у меня учатся ребята, они живут как монахи, поклоняются Богу. Чтобы выучиться о такой сложной медицине, нужно обед безбрачия соблюдать какое-то время, несколько лет. Они учатся и вот так живут. У нас там есть собака, которая, мы начали кормить её освященной пищей. Когда эта собака у нас завелась, она была очень благодарным животным всегда. И она загрызла двух гусей и принесла нам голову, вот так этих двух гусей, во рту и бросила перед стопами. Знак благодарности, что мы её взяли. Мы её тогда посадили на цепь и начали кормить освященной пищей. Один раз мы отпустили её. И заметили, что она лежала на солнышке, загорала собачка. И по ней ходили гуси. И при этом они её совсем не боялись. Они ходили рядом, га-га-га, соседские гуси. Она лежала возле калитки, и они не боялись её совсем. Она не гавкала на них. Сердце собачки поменялось. Потом мы обнаружили, уже это было попозже, осенью, что в будке собачьей на собачке спит кошка, потому что там тепло. То есть собачка поменялась очень сильно. Обычно собаки гавкают на кошек. А эта собачка, она дала кошке возможность на себе спать. И потом мы увидели удивительную картину, как сначала кошка ела освещенную пищу, собачка ждала. А потом, когда она наестся, собачка ела за ней. Но это ещё не всё, что происходило с собачкой. Изменения продолжали развиваться. Следующее, что я заметил, собачка начала водить соседских собак на освещенную пищу. И она ждала, пока они все поедят, а потом ела последней. И последнее, что я заметил, когда у нас происходят службы духовные, собачка ложится возле двери и смотрит печальными глазами в ту сторону, где доносится звук. Теперь, мои дорогие, если даже собака, у которой вообще нет разума, способна очистить своё существование, просто кушая освещенную пищу, почему вы думаете, что ваш муж не очистит своё существование, просто кушая освещенную пищу? Неужели он хуже собаки? Итак, нужно дома готовить освещенную пищу. Пройдёт немного времени, вы почувствуете сладость в отношениях с близким человеком. Совместная молитва Совместная молитва – это величайший дар, который может получить человек, если он когда-нибудь это слышал и видел. Я каждый год приезжаю в одно святое место, и там собирается в одной большой комнате, в большом зале порядка пяти тысяч человек. И все они громко вместе поют одну и ту же молитву с большим чувством. Когда ты слышишь это, то сердце переполняется такой радостью, которую невозможно описать словами, и жизнь полностью переворачивается вся. Понимаете? Если вы никогда не были в святом месте и не слышали молитвы, которые поют сразу много людей или читают, то вы просто зря живёте эту жизнь. Понимаете? Потому что ваше сердце никогда не открывалось, никогда не чувствовало вечность, ваше сердце никогда не чувствовало глубокий покой и чистоту. Это значит, что вы просто зря проводите время на этой земле. В своём отпуске, когда у вас будет отпуск, вместо поехать на Майами или на новый какой-то остров, который открылся, надо поехать в святое место, в ваши традиции духовные. И поехать тогда, когда там будут большие праздники духовные, и попасть туда, где собирается много людей, которые вместе молятся. И этот опыт, который вы получите, будет самым главным опытом в вашей жизни. Это сто процентов. Потому что, когда люди вместе молятся, сердце взрывается просто отчасти. И это невозможно забыть потом в жизни. Поднимите руку, кто имеет такой опыт уже. Видите? Я, значит, не ошибся. Надо потом в своём сердце вспоминать этот опыт, не забывать. Потому что, как поддерживать духовную силу? Надо вспоминать события, которые были сильные события в жизни. И в сердце их с помощью молитвы продолжать крутить, вспоминать их. Совместная молитва дома — это награда, которую вы получите через несколько лет в вашей духовной практике. Близкие люди обязательно меняются, и в этом нет никакого сомнения. Точно так же, как солнце тает, лёд, точно так же сознание близкого человека меняется от присутствия в вашей духовной практике. Это железная моя гарантия. Железная моя гарантия. Я знаю много-много людей, у которых так произошло. Но есть люди, которые думают, что это должно произойти завтра. Знаете, что такие вещи происходят за несколько лет. Но если у вас такая вещь не произошла, это значит, вы дешёвый человек. Значит, ваша молитва, она не глубокую природу имеет. Вы не можете плакать по святому человеку. Вы не можете ему поклоняться очень глубоко в своём сердце. Потому что именно такая глубокая деятельность меняет сердца близких людей. Если вы просто тарабаните там что-то, 40 минут идёте на работу, это не меняет вашу жизнь. Теперь сразу возникает вопрос, а как сделать, если я такой дешёвый человек? Как сделать молитву глубокой? Есть только один метод, который я знаю рабочим. Работает только один способ. Если вы, когда будете молиться, будете молиться в настроении того, кто обладает духовной силой, и включите его голос параллельно, и будете молиться так же, как он, просто в его настроении. Этого достаточно, чтобы поменять всю свою жизнь. Понимаете? Потому что настроение передаётся, и человек начинает действовать, как кто-то. Смотрите, веды описывают три способа изменения судьбы. Первый способ сейчас происходит. Этот способ называется логическое объяснение. Это самый такой примитивный способ изменения жизни человека. Следующий способ, более возвышенный, это личный контакт со святостью. Когда человек посещает святые места, когда он общается с святым человеком, личный контакт — более могущественный метод. Но есть ещё более могущественный метод изменения жизни, чем даже личный контакт. Это следование за звуком. Этот метод называется шабда-брахман. Человек слышит звук святости и пытается делать то же самое. Веды это сравнивают, знаете, с чем? Как лягушки квакают. Одна лягушка в каком-то настроении квакнет, и все лягушки потом это настроение повторяют. Потом тишина, опять одна лягушка квакает, и все опять квакают то же самое. Так ученики учатся у святого человека в ведической культуре, перенимают от него духовную силу. Он произносит молитву, потом ученики за нём произносят в том же настроении, в той же интонации, точно так же, как он. Когда человек сам произносит точно так же, его звук, деятельность, звуки — самое сильное. Когда человек говорит, это самая сильная деятельность, которая существует в его жизни. И звук сильнее всего меняет сознание человека, его судьбу. Звук именно это делает, больше всего. Поэтому в ведах есть такая фраза «спасение в звуке». Ну то есть, в каком звуке? Звуке святого человека. Поэтому включайте молитвы. Включайте молитвы святых людей и вместе с ними повторяйте свою молитву. Если хотите, я могу сейчас во время нашего повторения желаю всем счастья. Я могу включить голос святого человека. Вы почувствуете разницу в этом повторении. Что просто, когда мы сами повторяли, это одно, а со святым человеком совсем другое. Что такое духовное воспитание детей? Духовное воспитание детей означает несколько стадий. Первая стадия. Смотрите, надо понять одну простую вещь. Мы пытаемся детей куда-то тянуть. Они меняются при этом или нет? Я говорю, пожалуйста, мой руки, пожалуйста, делай то, пожалуйста, делай сё. Ребёнок меняется при этом или нет? Нет. Потому что это насилие. Когда происходит насилие, разум не усваивает информацию. Ребёнок всё делает, создаётся привычка у него, он всё делает, как родители скажут, но карма у него при этом не меняется. Наступает 13 лет, когда включается его личная карма, и он начинает жить по-другому, не так, как его воспитывали. Теперь возникает вопрос, как же сделать так, чтобы его сердце поменялось? Для этого нужно запомнить одно правило. Надо понять, что насилие никогда не приводит к изменениям. Вы тогда сразу возникает вопрос, а можно ли наказывать ребёнка? Можно. Но делать это надо с любовью. Понимаете, надо сначала воспитать любовь к своему ребёнку. Вот смотрите, как люди живут в отношениях с детьми. У них есть два варианта поведения. Первый вариант. С любовью баловать ребёнка или со злобой наказывать? Почему мы с любовью балуем? Потому что, когда мы ему что-то даём приятное, нам тоже приятно, и нам этот процесс нравится. Мы с любовью балуем. Но когда ребёнок делает не так, как мы хотим, так как у нас нет к нему любви глубокой, а есть просто желание им наслаждаться, мы начинаем на него злиться в этот момент. Веды говорят, что поощрять ребёнка нужно со сдержанным внутренним чувством, зная, что это не приведёт к слишком большому результату. Поощрение никогда для неразумных живых существ, а дети, они неразумные, никогда не даёт слишком большой пользы. Наказывать нужно только с любовью ребёнка. Вот, допустим, мастер-ребёнок получил два в школе, вы хотите его наказать. Не надо наказывать сейчас, когда вы чувствуете к нему плохое чувство. Надо помолиться, очистить своё внутреннее чувство к нему, понять, почему он получил это два, а потом уже наказать его, если вы хотите наказать, но с любовью. Это наказание с любовью откроет его разум. Допустим, вы ставите его в угол и говорите, мой хороший, тебе нужно поставить в углу, потому что ты этого заслужил. Если он говорит, нет, я не буду стоять в углу, надо сказать, нет, надо постоять. И настаивать на своём. Если он говорит, я всё равно не буду стоять, тогда надо перестать с ним общаться совсем. И несколько дней с ним не разговаривать. И когда он скажет, мама, почему ты со мной не разговариваешь? И надо сказать ему с любовью, ты сначала встань в угол, а потом мы с тобой будем разговаривать. Теперь сразу возникает вопрос, а почему мы так не делаем? Почему мы несколько дней не можем не разговаривать с ребёнком со своим? С любовью не разговаривать с ним? Почему мы не можем так делать? Есть одна причина, а потому что мы хотим наслаждаться ребёнком. Мы хотим просто балдеть от него. Мы не хотим его воспитывать по факту. Мы хотим просто балдеть. Когда ребёнок просто подлизывается, говорит, мама, мама, ты что со мной не разговариваешь? Мама сразу, опа, и всё. Её принципы закончились все. Это означает, что она не может дать ничего ребёнку, потому что у неё нет духовной силы. Духовная сила даёт человеку возможность быть немножко в стороне от близких людей. И это развивает в них отрезвление. Так можно вестись по отношению к мужу или к жене. Допустим, если ты с любовью служишь близкому человеку, он обнаглел, можно просто от него немножко отстраниться в сторону. Не разговаривать, но выполнять все свои обязанности. И он видит, что у тебя добрые глаза, не злые. Ему нечего тебе плохого сказать. Пытается подлизываться, но ты не реагируешь. И тогда он начинает уже пытаться честно себя вести. Выходит на честные отношения. Уже трезвеет. Итак, смотрите. Первая стадия воспитания детей — это просто создание чистой атмосферы в семье. Нужно каждый день практиковать духовную жизнь дома. Нужно учиться жить правильно. Поменьше смотреть всякую муру по телевизору, которая оскверняет квартиру. Снять изображения из квартиры всяких звезд, кино и повесить туда святых людей изображения. Ну, то есть надо какие-то мероприятия провести по очищению атмосферы в квартире. Допустим, если муж не хочет переставать смотреть порнуху. Ничего страшного. Такова ваша судьба. Молитесь. Сделайте алтарь и молитесь. Постепенно его желания будут меняться со временем. Кто не верит в это, поднимите руку. Ну, честно. Все стесняются поднимать руки. Хотя никто не верит. Сейчас я вам объясню то, что я увидел в своей жизни, и меня очень сильно потрясло. Одна женщина пришла ко мне в Москве, когда я еще давал консультацию. У меня было больше времени. Я давал консультации каждый день. Одна женщина пришла ко мне на консультацию, и она сказала, у меня такая ситуация в жизни, что я хочу самоубийством жизнь покончить. Бабушка уже такая, в возрасте. Мне говорят, все равно жить мало осталось. Но я не хочу так жить, как я живу. Я говорю, а в чем дело-то? Почему вы хотите самоубийством жизнь покой? Она мне рассказала, что у ней квартира такая, как паровозик. Две комнаты, одна за другой. И она в первой комнате живет, а сын в другой, в следующей. И вот во второй комнате, где он живет, он постоянно по ночам смотрит очень громко, телевизор включает. Он пьяный. И периодически ее бьет еще параллельно. Он не дает ее спать по ночам совсем. И он ее бьет еще постоянно. И она говорит, я не знаю уже, как мне жить. У меня вот эта проходная комната, он пьяный, ходит туда-сюда, пинает меня, не дает мне спать. И постоянно издевается надо мной. А я уже пожилой человек, я не знаю, как мне жить. И говорит, если я ему пытаюсь что-то говорить, он еще хуже себя ведет. Вот так судьба представляет у человека действие. Как жить в такой ситуации? В пожилом возрасте. Сложно, да? Не спать. Постоянно тебя пинают. Ну, сложно, да? Вот смотрите, что дальше было. Я говорю, конечно, вы, я ей сказал, конечно, вы можете покончить жизнь за убийством. Это понятно, что так жить невозможно. Но я вам предлагаю напоследок попробовать один метод. Вы просто читайте молитву и желайте счастья своему сыну. Параллельно. Вот читайте молитву святому человеку, желайте счастья сыну своему. И она говорит, и что, что-то поменяется? Я говорю, да, но одно условие, ничего ему не говорите, не трогайте ему вообще. Не надо менять этого человека, не надо кричать, плакать, говорить, что ты мне надоел, я от тебя устала, ты меня замучил. Не надо. Как бы, как судьба действует, так действует. Не надо беспокоиться по этому поводу, надо беспокоиться по поводу того, насколько ты с ней борешься с этой судьбой. Надо принять прибежище у святого человека и желать счастья сыну. И она начала так делать. Прошло два месяца. Она пришла ко мне и говорит, сынок, мой сын не поменялся. Он продолжает пить, включать телевизор, драться. Но мне все равно. Я начала вот так молиться, я в какой-то момент почувствовала к нему вот спокойствие какое-то. И у меня в сердце появилось к нему чувство такое светлое, чистое. И это чувство, оно дало возможность мне с ним рядом жить нормально. Я просто поняла, что он просто так страдает. Это форма такая страдания у него. И я просто обалдел. Вот эта бабушка, она сделала за два месяца то, что многие люди делают годами. Я говорю, да вы-то продолжайте делать то, что вы делаете. Она говорит, ну а куда мне теперь деваться? Это единственный способ жить для меня. Я целыми днями сижу, только молюсь. Я говорю, ну вот, хорошо. А я говорю, а спать-то вы стали по ночам? Она говорит, представляете, я молюсь и засыпаю. Несмотря на этот громкий телевизор, звук, я засыпаю, и мне хорошо в этой квартире становится. В этом дурдоме мне становится хорошо. Но на этом история не закончилась, потому что бабушка пришла еще через два месяца. Когда она пришла через два месяца, ее глаза были круглыми от удивления. И она мне рассказала интересную историю. Она мне рассказала в какой-то день, ну после ее очередной молитвы, после очередной выпивки ее сына, тот сын в нетрезвом состоянии, зашел к ней в комнату, упал перед ней на колени, начал рыдать и говорить, моя мать, я не достоин тебя, я хочу умереть. Мне очень больно от того, что я так жил. И потом этот парень начал постепенно, шаг за шагом уменьшать свою зависимость от веселящего духа. Он начал идти в сторону победы над своей судьбой. Он перестал громко смотреть телевизор, он стал это делать тише. Он начал меньше пить, постепенно его жизнь начала меняться. Но я на этой фазе застал эту ситуацию. Дальше я не знаю, что там было. Но даже то, что уже я рассказал, этого достаточно, чтобы использовать этот метод для изменения своей судьбы. Это называется духовное решение проблем в семье. То есть, что значит духовная проблема? Да, мы по детей не договорили. Первая стадия — мы просто очищаем атмосферу в квартире. В это время сердце ребёнка начинает интересоваться духовной практикой. Он подключается к этому или просто смотрит, наблюдает за этим. Понимаете? Вторая стадия заключается в том, что ребёнок меняет отношение к родителям. Это происходит постепенно. Он начинает чувствовать благодарность и уважение по отношению к тому человеку, который совершает духовную практику в семье. И третья стадия, знаете, в чём заключается? Ну, это уже реальная победа над судьбой. Когда ребёнок подойдёт и спросит, «Мама или папа, а как мне поступать вот в этой ситуации?» Задаст такой вопрос. И надо ему очень ненавязчиво предложить вот так поступать. Ни в коем случае нельзя использовать эту ситуацию, чтобы ему обо всём рассказать. Вот всю его жизнь рассказать, и как ему где поступать. Не надо. Просто однозначно ответить только на этот вопрос ненавязчиво. И наблюдать, как дальше он будет жить. Если он будет дальше задавать свои вопросы, нужно опять ему ненавязчиво отвечать. Но при этом не запрещается наказывать ребёнка, воспитывать. Но делать это надо учиться в правильном настроении, чтобы не разрушить вот эти чистые отношения с ним. Старшего и младшего. Потому что эти чистые отношения старшего и младшего меняют судьбу. Когда я и многие другие ученики приходят к моему духовному учителю, то он не ругается со слюной. Слюна не течёт у него изо рта. Он просто говорит, вот так не надо. А иногда даже ничего не говорит. Он просто смотрит и с помощью взгляда учит. Один раз у меня была такая ситуация. Я приехал, ну буквально вот в прошлом году, приехал в Индию. И я попал на общение со своим духовным учителем. Обычно это бывает очень короткое время, что у него много учеников. И я ему сказал, он меня спросил, как у тебя дела? Как ты выполняешь мои наставления? Я ему сказал, что, вы знаете, у меня всё хорошо. Очень много людей ходят на мои лекции. Им так нравится меня слушать. У них меняется жизнь. И рядом со мной сидел ещё один человек тоже. Параллельно он двоих нас спрашивал. Он сразу же после моих слов, тут же прямо, не отвечая ничего мне, перевёл с меня взгляд и начал разговаривать с ним. И у меня в сердце появилось такое чувство, что что-то не то. Я потом ушёл, и он больше со мной вообще не разговаривал. Просто с ним разговаривал очень долго. Тот ему рассказывал, как он молится. Ему было очень интересно всё послушать. А мои глобальные достижения, как бы, он вообще игнорировал меня просто. На следующий день я пришёл к нему, попросился ещё раз. И я ему сказал, на самом деле я очень гордый и несчастный человек. Помогите, пожалуйста, мне быть достойным, служить вам. Он тогда взгляд у него стал очень глубоким, внимательно посмотрел на меня. И сказал одну фразу интересную. Он сказал, никогда не считай себя совершающим действием. Это божественная сила действует. Мы можем быть только орудием в её руках. Когда человек так настроен, он никогда не гордится собой. Когда слышишь такие слова от мудрого, чистого человека, от которого ты никогда не видел злого слова, не слышал, никогда не видел, чтобы он как-то неправильно себя вёл, то тогда это приходит очень глубоко в сердце. И тебе хочется потом всю жизнь этому следовать. Понимаете? Вот так меняются дети. Они меняются с помощью мудрости человеческой, любви. Любовь, она в другую природу. Она может быть и строгой, и доброй, но она никогда не совершает насилие. Она никогда не портит отношения. Она никогда не жестоко себя не ведёт. Слюна от неё никогда не брызжет. Понимаете? И вот так вот. Дети же всё чувствуют. Они понимают, кто ты есть. От них невозможно этого скрыть. Если ты пытаешься им рассказывать, как надо жить правильно, сам научись жить правильно сначала. Даже просто, если ребёнку сказать, прости меня, я не могу жить правильно, но я хочу, чтобы ты жил правильно, этого даже достаточно, чтобы его сердце по-другому уже настроилось. Даже если просто искренне говорить со своим ребёнком честно о себе, ему этого достаточно, чтобы он стал нормальным человеком. Но не надо рядом с ним делать крутой вид и типа показывать, что я тут вот пуп земли, а ты никто. Вот этого делать не надо, это не работает. У ребёнка нет разума, но у него очень открытое и чистое сердце. Он видит всё, очень чётко понимает, что происходит. Но не может как бы это себе объяснить. Но сердце ему подсказывает, кого слушать, кого нет. Поэтому воспитание детей не означает понукать детьми и пытаться носом их тыкать в испражнения. Это не работает система. Три стадии воспитания таковы. Первая стадия. Создайте правильную атмосферу, дети сами будут правильно вести себя. Если вы служите в семье по вечерам, они наслаждаетесь, то дети тоже будут учить уроки. Вторая стадия. Живите так, чтобы дети почувствовали к вам уважение. Если они почувствуют уважение, значит, тогда они никогда не встанут на неправильный путь. Потому что это уважение будет заставлять их возвращаться назад. Им будет стыдно перед вами. И третья стадия. Это когда дети начинают считать вас наставниками и начинают задавать вам вопросы о том, как жить. Вот эта уже стадия развивает разум у детей. И дети становятся разумными существами, разумными людьми, которые способны победить сами свою судьбу. Но вот эта третья стадия труднодоступна. Очень трудно достичь такого уровня развития, когда ребенок будет тебя спрашивать о том, как ему жить. Это очень труднодостижимый уровень отношений.